друзья мои здравствуйте сегодня у нас тема призна многие спрашивают как провожать своих умерших и конечно ситуация такая серьезная да потому что у нас к сожалению жреческое сословие сейчас ну находится на стадии будем оптимистично говорить восстановление очень долго и нудно уничтожали тех людей которые знали как провожать а провожаем мы своих близких если их не стало именно тризны давайте разбираться что это такое начнем конечно же с именной системы вот именная система она создана для того чтобы мы через имена могли взаимодействовать с богами как у нас выглядел календарь вообще все наши имена петя вася алена это все клички никакого отношения к именам это не имеет причем в именах очень часто таится программа негативная посмотрите вот алена например да есть такое слово в английском языке как alone один единственный одинокий и вот эта программа на одиночество всю свою жизнь я делаю все чтобы это одиночество не стала программой на его то есть я стараюсь социализироваться любить своих близких но понимаете да вот все равно имя она купит потенциал представить целые народы намаливают суть этого имени и у каждого так у каждого ну то есть откуда-то имя там идет у нас было так у нас был календарь над каждым годом был покровитель вот у нас 2022 год до 21 июня это покровитель у нас солнечный год начинается 21 июня вот до 21 июня 2023 года точнее 23 года у нас покровитель бог перун а после уже год магаще наступает то есть 21 июня 2023 года по 21 июня 2024 это год в богине магаще следует следующий год свинтовит а следующий у нас соответственно мари следующий хорса следующий лады и так далее до стрибога вея ярилы велеса рода купалы праве и так далее то есть вот в каждом году есть покровитель а есть еще внутри года маленькие периоды и по ним тоже есть покровители естественно к этому видео будет выложен календарь обязательно даже не один а вот на все года чтобы вы могли сообразить что у нас один и тот же календарь и он соответствует 12 годам например начиная с перуна и заканчивая купалы один тот же календарь 12 лет да и на високосный год я тоже дам и на следующие 12 лет я тоже там если у нас каждый 12 лет сменяется календарь и действует 12 лет так вот когда мы смотрим на эти маленькие периоды и смотрим на покровителя в году мы понимаем кто мы по имени то есть мы можем высчитать свое сакральное имя и и соответственно когда мы перейдем в другой мир нас просят имя и алена петь и вася не прокатит вообще потому что у нас есть локи лок бродящих духов это не упокоенные люди например после войны или там человек умер его не нашли или без родственников которые вообще они умы не знали и не помнили что он такой есть или например лок ада лок животных лок богов лок людей это все локи так вот для того чтобы не остаться локи животных или там пример не попасть лок ада чтобы душу и волосы не утащили не распяли там не высосали ее а мы спокойно пришли в лок людей и из него уже пошли на перевоплощение нам нужно знать свое сакральное имя вот те календари которые я вам приложу к этому видео помогут вам определить свое имя так вот когда человека не стало мы по дню когда он ушел мы можем ему высчитать точно такое же посмертное имя только уже покровитель по году будет стоять в первой части и покровитель по короткому периоду на 2 но например я приведу свой пример вот моё день рождения был покровитель по году богиня правь а по короткому периоду бог стрибах то есть я короткий период для своего сакрального имени ставлю на первое место для бога покровитель в году на второе место и получаюсь стрибо право о буква это соединительное гласное когда если я не выберу например там бессмертие а совершу период переход когда меня спросит имя я произнесу стрибо право и я смогу войти в лог людей понимаете если же человек умирает усилить его и помочь еще лучше закрепиться и пройти в тот лог который нужно есть посмертное имя но там когда вы смотрите на короткий период например вот сейчас до период богини купала условно и год перуна то мы уже будем ставить длительные покровителя за год на первое место а покровитель за короткий период маленький в году на второе место это посмертное имя не сакральное настоящее а посмертное соответственно будет у нас имя звучать как перо капа то есть человек который умрет сейчас он будет пера кап или перо капа и мы это сакральное имя должны написать на писанке вот писанка писанка это яйцо из-под курочки и мы его можем расписать можем даже и без яйца можем прямо написать на бумажечке сакральное имя посмертное и настоящее имя человека и вложить в руку хорошо когда человек знает при жизни свое имя если человек перед смертью был христианином или христианка или мусульманка мы не можем насильно человека отправлять в куда-нибудь там древле православия нельзя только если человек сам перед смертью течение жизни определился что ему нужно быть древле православие что ему нужно знать своих богов то есть мы тризну проводим только для тех кто этого желал мы не насильничаем не подбираем имена не заставляем если человек хочет до хотел при жизни значит мы тогда для него дела так вот у нас есть сакральные дни у нас есть третий день после смерти человек умер например в 1230 сегодня это первый день то есть 1230 до 1230 следующих суток это первый день дальше 1230 до следующей 1230 второй день и вот на третий день с двенадцати тридцати до двенадцати тридцати мы должны прям все родственники по очереди например не рядом с ним но в течение дня проговаривать это называется всеношная когда мы всеношную начинаем целую целые сутки проговариваем какие великие у него были поступки именно поступки судьбоносные как как он например реагировал своими действиями на что-то то есть какие у него были прекрасные достижения вот именно достижения не души не духа там не еще чего-то а именно поступки какие были поступки мы можем даже повторяться родственники могут одно и то же если у нас чуть-чуть мы целый день там целые сутки читаем одно и то же прямо на действительно на листочке должно быть написано вот это все и мы ходим когда он умер первые на два дня мы ходили по всем родственникам по всем знакомым и записывали все что они считают все что они помнят об умершем и потом вот все событий на и все что касается его именно судьбы и поступков мы читали на третьи сутки почему потому что бог троян он имеет число 3 это третий день и он отвечает за божественную судьбу то есть мы повторяем все его божественные проговариваем все его божественные человеческие классные поступки дальше мы например берем 8 и 9 день на восьмой день точно так же всенощную то есть сутки мы проговариваем о его душевных поступках о его душе какой он был там добрый ласковый там всегда поможет всегда откликнется всегда поддержит то есть все самые классные душевные его настройки мы вот все что касается его души мы точно так же вот сначала по всем знакомым по всем родственникам проходим мы все записываем а потом читаем даже если закончилась мы заново начинаем читать на девятый день это духовное его изыскание как он стремился к божественным началом например какие у него были духовные воззрения какие духовные у него были поступки то есть все что касается духа терпения воли да вот такой вот какая в нем было мы все это описываем на девятый день это тоже всенощные вот так если мы еще дальше глубже посмотрим то у мужчин был третий восьмой и девятый день а у женщин восьмой девятый и десятый день ну потому что берегиня это женщина да и она отвечает как раз частично за казуальное тело то есть для женщин мы брали восьмой девятый и десятый а для мужчин третий восьмой и девятый но даже если вы не глядя на пол в третий день восьмой и девятый проведете все ношное это будет просто великолепно это будет уже очень круто то есть это очень древние знание когда был у нас 8 9 10 у женщин а у мужчин всегда было третьей восьмой и 9 То есть мы вспоминаем направление поступков, то есть божественную судьбу, вспоминаем душу, вспоминаем дух. Это неуничтожимые тела, казуальная душа и дух. И на сороковой день, то, что у нас сейчас поминки, да, то, что у нас поминки сейчас, вот даже, кстати, но я сейчас об этом скажу ещё, на сороковой день, вот то, что я сказала, это называется тризна. Это называется тризна, потому что тризнака. Третий, восьмой и девятый. Тризнака, тризна. А вот разно, или то, что у нас сороковой день, поминки называются, это когда мы целые сутки всё то же самое читаем, что было в третьей, восьмой и девятой, прям по очереди, с проникновением. То есть мы перед Всевышним, да, мы знаем, что в каждой религии есть такое понятие, но у нас Господь Бог рад, да, условно. То есть мы перед нашим солнечным культом зачитываем все заслуги человека и утверждаем его ещё раз. То есть в сороковой день происходит тот самый переход. И вот для того, чтобы увековечить эти слова, мы в сороковой день, тоже всеночную, целые сутки то же самое повторяем. Понимаете, как это круто? И человек действительно, набравшись этого потенциала, может на это, зачем вообще тризна нужна? Для того, чтобы человек, слыша, как о нём отзываются, есть даже такая поговорка, о покойнике либо хорошо, либо никак. Так вот, когда человек слышит, что о нём говорят хорошо, и всё мироздание слышит, сколько хорошего о нём говорят, то он переносится в тот лог, который нужен. У него потенциал есть. После смерти его хорошо, соответственно, вспоминают. Так вот, поминки на третий, восьмой, девятый, сороковой день. Вот у нас сейчас что? Умер человек и боль. Понятное дело, ну боль, ну куда она денется? Но у наших предков было так. Мы, во-первых, знали, что у нас есть окличка. То есть мы в этот род этого человека пригласим. И он не уходит в никуда, он уходит в лог на некоторое время, для того, чтобы отдохнуть и воплотиться. Ну, если уж с телом, с физическим что-то случилось. Так вот, у нас на поминках на третий, восьмой, девятый, сороковой день накрывался стол, наговаривалась братина. Братина – это такие гусики. То есть вот вспоминайте, да, вот лохань с двумя ручками. Очень красивая, резная, расписная, пусть даже из дерева. И мы, вот, например, сидим, да, налили водички. Не поесть мы встречаемся, не выпить, извините, да. Ну, то есть это нонсенс, это в никуда. Вот эти все поминки с пирожками и так далее. Хорошо, конечно, что хоть так, да, в христианстве осталось. Но у нас было не так. И вот мы садились за стол. Бралась вот эта лохань, да, с водичкой. И наговаривалась, например, в третий день. Вот человек произносит всё самое хорошее, да, вот что он там считает. А человек, жрец, который будет читать всеночную, он записывает, записывает, пока тот говорит. Сказал, передал следующему, тот тоже наговорил. И вот так по кругу все близкие, родственники сказали. А потом приходили к реке, к какому-то водному ресурсу и выливали в воду. Потому что хороники Акаши все хранятся в воде. И энергоинформационное поле, всё вот это светлое, оно воспринимало и объединялось с этой водой. На восьмой день то же самое, собирались, пускали эту братину с водичкой, наговаривали на водичку всё самое лучшее и выливали в ручей. Потом, значит, на девятый день точно так же проговаривали. Хорошо, если посмертное имя упоминали, да, не только фамилию, имя, отчество современное, но и посмертное имя, и настоящее имя. Есть ещё сакральные имена по казуальному телу, по душе, по духу. Я вас путать не буду, это сложновато. Но даже с этим набором, когда вы вычисляете настоящее имя и посмертное, уже можно человека сопроводить в тот лог, который нужно. На восьмой день точно так же встречаются, наговаривают в братину, выливают в реку. На девятый день точно так же. И на сороковой день так же. И вот эти энергополя, они помогают человеку не просто перейти в тот лог, который нужно, а набраться потенциала для дальнейшего воплощения. Вот так. Вот что такое тризна. Конечно, на поминках можно небольшой стол сделать, покушать, там какую-то вкусную водичку, там чай сделать, там, может быть, медовую какую-то водичку, может быть, сок какой-то. Но только не алкоголь, только не вот эти сопли, слюни, потому что нужно только самое хорошее. Нужно радоваться за человека, чтобы эту радость ему передать. Если вы ему боль передадите, на этой боли он долго существовать не сможет. Ну вот так. Я вас благодарю, что вы задаете такие вопросы. Я стараюсь практически на всех своих курсах какую-то, ну, такую информацию давать. Однозначно на курсе по древле православной свадьбе, которая вот запустилась совсем недавно. Я буду давать и подробнейше описывать, что такое кличка, как пригласить родственника в эту жизнь, как провести тризну, еще более подробно буду объяснять. Ну, в общем доступе я решила дать эту информацию. Я вас благодарю. Пусть у вас все ладится и получается. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова